О ситуации в Донбассе и на Украине. Специальная военная операция на Украине продолжается. За время ее проведения была освобождена вся территория ЛНР, значительная часть ДНР, демилитаризированная Херсонская область, существенные части Харьковской и Запорожской областей. На отвоеванных от неонацистов территориях налаживается мирная жизнь, восстанавливается промышленность, сельское хозяйство и инфраструктура. Строятся новые жилые дома, начинают работу предприятия, открываются школы, детские сады, поликлиники и больницы. Возобновлено грузовое и пассажирское железнодорожное сообщение между Крымом и Мелитополем. Функционируют порты в Мариуполе и Бердянске. В ходе операции вооруженные силы России продолжают наносить удары исключительно по военным объектам и только высокоточным оружием. Для эвакуации мирных жителей из опасных районов создаются гуманитарные коридоры. С начала операции в Россию выехало около трех миллионов человек, в том числе свыше 450 тысяч детей. К сожалению, Киев, следующий установком своих западных кураторов, не прекращает агрессию против собственного народа. Из поставляемых странами НАТО крупнокалиберных и дальнобойных артсистем ВСУ обстреливают мирные города и села ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей. За первую половину июля массированным ударом из американских ракетных установок «Хаймарс» подверглись Донецк и его пригороды, Новая Каховка, Луганск, Стаханов и другие населенные пункты. С маниакальным упорством ВСУ обстреливают крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС, не заботясь о ее сохранности и нарушая резолюции и решения Генеральной конференции МАГАТЭ. Похоже, никого в Киеве не смущает практика обстрелов ядерных объектов. Очевидно, что украинская сторона сознательно ведет дело к масштабной техногенной катастрофе. Мы видим, что США и их европейских союзников это полностью устраивают. Подтверждением служит решение Белого дома о выделении Киеву дополнительных 270 миллионов долларов на военную помощь, которая за все время президентства Джо Байдена уже превысила 8,2 миллиарда долларов. Кроме того, было принято решение о поставке на Украину еще четырех реактивных систем залпового огня «Хаймерс», общее количество которых теперь составит 16 единиц. Вашингтон оказывает украинским неонацистам непосредственное содействие, предоставляя разведывательные сведения и помогая в целенаведении. Такая циничная помощь Запада Украине ведет к значительному увеличению жертв среди мирного населения. Она является прямой поддержкой бесчеловечного курса киевского режима в отношении российских граждан в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях Украины. Позорно, что профильные международные организации, призванные стоять на защите демократии и прав человека, закрывают глаза на преступления украинских нацистов, пытки, жестокое и унижающее человеческое достоинство обращения с гражданами России, Украины, ДНР и ЛНР. Неоднократные обращения Уполномоченного по правам человека в России Татьяны Маскальковой в адрес Верховного комиссара ООН по правам человека, Международного комитета Красного Креста, БДИПЧ ОБСЕ, Европейского комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинства обращения или наказания с призывом воздействовать на киевский режим и пресечь массовые нарушения прав человека, до сих пор остаются без реакции. Киев продолжает игнорировать общепризнанные принципы и нормы международного права. Похоже, что на Западе остаются верны принципу, сформулированному президентом США Франклином Рузвельтом. В отношении некаргуанского диктатора Анастасио Самоса. Самоса, возможно, и сукин сын, но это наш сукин сын. Уверенные в своей безнаказанности украинские националисты не гнушаются ничем. Они подвергают систематической телефонной травле жен и родителей удерживаемых российских военнослужащих, применяя оскорбления и провокационное предложение приехать забрать труп своего родственника. Российские граждане, оказавшиеся на Украине, удерживаются в заложниках. У нас скопилось большое количество обращений водителей грузовиков, моряков и сотрудников предприятий. Широкий резонанс вызвали распространенные в интернете видеозаписи убийств и истязаний российских военных. Чудовищная жестокость в отношении безоружных людей ужасает. Подобные преступления режима Владимира Зеленского не могут остаться безнаказанными. В этой связи мы приветствуем работу Международного общественного трибунала, созданного 1 марта текущего года, по инициативе российских и иностранных правозащитников и журналистов из более чем 20 стран мира. Трибунал работает на освобожденных территориях Украины в ДНР и ЛНР. За время работы опрошено более 400 жертв и свидетелей военных преступлений ВСУ и украинских националистов, к которым относятся убийства мирных жителей, использование людей в качестве живого щита, нападения на больницы и мирные здания. Работу по выявлению преступлений украинских вооруженных формирований ведет и Следственный комитет России во взаимодействии с компетентными структурами ДНР и ЛНР. Установлено более 220 человек, среди которых представители высшего командования ВСУ, причастные к обстрелам Донбасса. 92 командирам и их подчиненным уже предъявлено обвинение. Своевременной является инициатива председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина о создании вместе с партнерами по СНГ, ОДКБ, БРИКС и ШОС Международного трибунала над украинскими преступниками. К сожалению, часть международного сообщества уже настолько дискредитировала себя открытым спонсорством украинского национализма и следованием указания Вашингтона, что создание такого трибунала под эгидой ООН стало практически невозможным. Привлекать к работе трибунала можно лишь те страны, которые сохранили политический суверенитет и способность объективно оценивать события в мире. Не поддается здравому смыслу желание Киева наказать жителей Украины за выбор имя российского гражданства, о чем на днях сообщила вице-премьер Ирина Верещук. Если на Украине действительно будет введена уголовная ответственность до 15 лет тюрьмы за обладание российским паспортом, это станет очередным подтверждением того, насколько украинские власти далеки от соблюдения прав человека и основополагающих принципов демократии. К сожалению, последние решения и действия Киева не позволяют сомневаться, что режим Владимира Зеленского продолжит свою преступную деятельность. Это лишний раз подтверждает правильность и своевременность специальной военной операции, необходимость скорейшего выполнения задач по демилитаризации и деноцификации Украины, искоренению угроз ее гражданам, а также республикам Донбасса и России. Все эти цели будут достигнуты.